Приветствую, друзья мои, с вами опять Забридим. Я вот с этого подрамника снял уже готовую картину. Вот здесь можете посмотреть, какая здесь была картина. Я ее снял, скатал в рулон и упаковал в коробку. Теперь я этот подрамник буду снова использовать уже для другой очередной картины. Снимаю, сворачиваю его рулон и на ней опять натягиваю уже очередной холст и пишу новую картину. Я уже говорил, но я еще повторюсь. Чем это полезно? Во-первых, мне нужно каждый раз мастерить или покупать подрамник, натягивать. Потом неудобство в перевозке. А здесь снял, скатал в рулон, положил в машину. Подрамник тоже разбирается. Вот здесь вот шумоку есть. Разберешь, тоже в коробочку положил и повез. А на месте тоже легко натягивается опять же. А как натягивается, я сейчас вам покажу. Легко натягивается готовая картина и выставляете на выставку, если везете. И так можно вести много-много картин такого размера, как 46 на 30 инч. Это 78 на 118 размер. Хороший размер, да? Вот. Поэтому я сейчас вот отмеряю необходимый размер. Я уже отрезал вот с этого рулона. Это у меня китайский рулон вот этот вот. Китайские холсты синтетические. Я их использую. Они очень прочные. И тем более это новшество, синтетика, которое будет храниться очень долго и не будет разлагаться. Узнаете вы сами. Современные синтетические материалы, они не гниют и долго держатся. На ней очень хорошо писать карбину. Вот. Сейчас я здесь отмеряю размер. 36. Я делаю запас немного, чтобы заворачивать машину долго. С запасом я отмеряю. Вот я отмерю. Так. Извините за мою неуклюжность. У меня очень больные ноги. И догнаться очень тяжело. Поэтому приходится вот таким образом работать. Ничего. Я не унываю. Я человек оптимистичный. Я не стал искать ножницы, а использую мой национальный узбекский нож. Вот. Красивый, как вы смотрите. Тоже. Арсистичный. Субтитры подогнал «Симон»! Смотрите, демонстрирую вам прочные. Оторвать тяжело, очень трудно. Это синтетическое волокно, поэтому очень прочное. С трудом открывается. Видите, волос очень прочный. Ну что ж, приступаем. Я вот планки разложил. Начнем с середины, как обычно, как и полагается. Я тут, наверное, зафиксировал, чтобы она туда-сюда не поехала. Дальше, можно отвертку. Вот так продамываем. Ну и зажалось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пожалуйста. Натяжение отличное. Не болтается. Теперь можно писать. Вот и все. Здесь я хочу писать абстрактную картину. Когда я его завершу, дам просохнуть. Пролагирую. Конечно, это... для этого потребуется определенное время. Потом я его сниму. И буду снова натягивать другой вкус. Вот. Без особых заморочек. Все сделано. Две картин я уже написал. Это будет теперь третье. И так буду продолжать дальше. Как я уже сказал, это удобно тем, что его можно снять. Свернуть в рулон. Можно отправлять в тубе. Или перевозить на выставки в рулонах. И там на месте опять уже готовую картину каким-то образом натягивать. И выставлять на выставку. Вот такие основные удобства. Поэтому я решил написать это видео. Показать кому-то возможно это упадет в пользу. И холст у меня. Китайский. Синтетический. Очень прочный холст. Мне он нравится. Хорошо берет краску. В общем. У меня недостатков не заметил. Я пишу на льняном холсте. Маленькие картины. Такие поменьше. Которые пишу на готовых холстах. Холопатчик-холопатчик бумажных. Если я сам натягиваю, то беру материал у меня рулон лед. И пишу на нем. И пишу на таких китайских холстах. Все сделано. Пишите свои комментарии. Что так, что не так. Если вам это понравилось, напишите свои отзывы. Если вам не понравилось, напишите критику. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова